Российский военный эксперт заявил о невозможности атаковать США российскими ракетами-цирконами. Капитан первого ранга Константин Севков в интервью заявил о невозможности для российских кораблей атаковать командные центры США с использованием гиперзвуковых ракет-циркон. Так он прокомментировал недавнее заявление контр-адмирала Всеволода Хмырова, который предположил, что для поражения штабов США достаточно трех кораблей с 40 ракетами-циркон, запускаемыми с расстояния 500 километров от берега. Севков напомнил, что циркон несет обычную боевую часть, которая окажется недостаточно для поражения укрепленных подземных штабов. Он подчеркнул, что для уничтожения командных центров, нужен большой расход оружия. Я не представляю, о каких трех кораблях ведется речь. Цитирую Севкова. По его словам, российские суда с цирконами не смогут подобраться к берегам Америки ближе, чем на одну тысячу километров из-за плотной системы разведки и обороны. Для реализации этой операции потребовалась бы группировка размером не менее чем в 50 кораблей, следует из его разъяснений. Отдельную сложность для цели указания, отметил он, будут представлять мобильные штабы. Напомню, согласно заявленным российской стороной тактико-техническим характеристикам циркон способен лететь со скорость в 8 раз превышающую скорость звука. Циркон способен поражать как наземные, так и морские цели. Но всегда есть но. На вооружение данную ракету примут не ранее 2022 года. То есть на данный момент у России нет ничего кроме единичных экспериментальных образцов так называемых цирконов. К тому же все предельно просто. Контр-адмирал Всеволод Хмыров начал фантазировать об уничтожении американских штабов и командных центров, на основании полученной изначально лживой пропагандистско-популистической информации от президента России Путина, который об этом рассказал в ежегодном послании Федеральному собранию, отметив, что ракета будет иметь скорость более 9 махов и дальность поражения более 1 тысячи километров. Также, возможное размещение этих ракет вблизи американских командных центров Путин назвал ответом на случай, если Вашингтон решит установить в Европе ракеты, нарушающие договор о ракетах средней и меньшей дальности. То есть ложь, ложь и еще раз ложь, угрожаем тем, чего у нас на данный момент нет. А будет ли в достаточном количестве, запущено в серийное производство, без западного оборудования и комплектующих, пока неизвестно. А пока это понты и блеф, вместо постскриптума. Еще пару слов о якобы высокоточных аналога не имеющих, духовно скриптных, калибрах. Российские крылатые ракеты под названием калибр на сегодняшний день размещаются на всех видах боевых кораблей, какие только можно к ним приспособить. По сути, калибр представляет собой вершину научно-технического гения российского ВПК, однако эйфории от этого успеха хватило ненадолго и, что самое интересное, слабые стороны калибров раскрыли те, кто наоборот должны были хранить эту тайну за семью печатями. Так, на днях в открытом доступе появилось интервью научного руководителя Крыловского государственного научного центра Валерия Половинкина, который и стал источником весьма неприятной для российской когорты адептов культа величия. В частности, научный руководитель упомянул, что волнение моря сильно влияет на точность так называемых высокоточных калибров. Например, при волнении моря 4,4,5 балла современные российские ракетные катера-корабли не способны производить запуски калибров с достаточной точностью. С учетом же того, что среднее волнение вот на северных рубежах РФ соответствует этому показателю, а зачастую превышает его, КПД калибра в составе Северного флота весьма и весьма низкая. В принципе, тоже можно сказать и о Черном море, где полгода, особенно в зимнее время постоянно штормит. Для морей, омывающих Россию, волнение моря в 4 балла это среднегодовой показатель. Поэтому, заявление о точности калибра это нонсенс. Для этих ракет нет такого понятия. Тем более, что сами же создатели современных российских вооружений данные утверждения подтверждают. Так что, когда вам будут показывать ролики с запусками якобы высокоточных калибров, рекомендую вам смотреть в это время не на запуск ракеты, а на волнение моря. Все они делаются исключительно в штиль.